Добрый день! И у нас с вами все, игра началась. Восьмая минута встречи, да, эти мужчины как будто бы тайм собирали. В этой игре удары 1-0! 1-0! После розыгрыша этого стандарта, после этого штрафного, может быть, не самого очевидного назначенного штрафного удара, но московская торпеда выходит вперед. Да, не смог там Сергей Волков свою команду сейчас спасти, но это, наверное, и не самое сейчас главное. Самое главное, что подопечные вот этого самого человека, Олега Георгиевича Кунанова, выходят вперед и радость болельщиков московского торпеда. Здесь наверх штрафную площадь, и это удар, и момент здесь, и хо, как же так-то сейчас. Положение вне игры, правда, было, но как не забились сейчас торпедовцы. Точнее, неправильно говорю, как мяч не оказался в воротах в этой ситуации. Ну, что за матч? Ну, с вами одиннадцатая минута встречи сейчас заканчивается. А сколько уже событий? Момент сейчас какой? Рейна, Рейна! Разгоняется пять человек из торпедовской команды бегут вперед. Слифанович, удар Сергей Волков! Ну, какая классная атака была у торпеды. И как там сейчас просто выжигал все под собой заур ТДФ. Я надеюсь, что это попало хоть в какую-нибудь камеру. Наверное, вряд ли, правда, потому что все были сконцентрированы именно на контратаке торпедовской команды. А здесь уже Акрон, удар! Бабурин отбивает. Вторым темпом еще удар, и один-один! Вот это первые двадцать минут игры. И Константин Савичев. Удар Бабурин тащит, но по-другому здесь не отбить. Точнее, не сыграть из Савичев в ближний угол. Ну, там какой выстрел залетел, а? Все правильно действовало вот здесь. Егор отбивал кулаками, потому что мяч скользкий. Я про это говорил. Данилина. Передача в страфную площадь. Полно не дотянулся до мяча сейчас. Хорошая передача. Более удобно играть именно двадцать третьему номеру Толятинской команды. Вновь, кстати, с мячом. Передача с Шведой. Вот какой момент. И что здесь-то? И здесь два-один. И здесь два-один. Это... Артур. А, нет, пардон. Какой же это? Никита Глушков. Ну, какая там была передача дальше. Такая, знаете, атака веером. Еще мой первый тренер нас на тренировках учил так атаковать. Ну, это просто по учебникам практически. Футбольных атак. И два-один. Нет, все-таки прямой удар. И какой удар-то? Видите, говорила, что вроде был... И что там с Бабуриным? Что с Егором Бабуриным сейчас? Истоково-Черноморец. Команды, которые внизу турнира на таблице. У, какая ошибка сейчас! Рейноб! Сергей Волков! Гангадзе. Передача назад. Ну, наверное, того требовалось. Соса Гангадзе! И мяч рядом с воротами, как мне показалось, пролетает. Но все-таки, мне кажется, это больше был оптический обман. И Сергей Волков теперь показывает, что... Какое-то повреждение получается за локоть. Но какой удар-то сейчас был! Навес! Удар Гангадзе и Волков! И все! И все! Был шанс сейчас у Георгия Гангадзе счет сравнять. Вот нам показывают сейчас Георгия. И Сергей Волков свою команду спас. Торпеда, которая в этом матче в Перми вышла вперед благодаря голу Александра Иванькова, не смогли удержать победный счет. И все решилось еще в первом тайме. Ну, а я, Петр Копчев, с вами прощаюсь и говорю вам до новых встреч в эфире. Петр Копчев!